так парни всем здорова меня зовут тигран и добро пожаловать на мой канал тест ранник сегодня я снимаю вам вторую часть это то о чем вы меня просили показать вам как правильно настраивать любого второго поколения на карбюраторе потому что когда я делал видос по установке газа как правильно поставить газ на карбюратор мне написали критику да что почему не показал как его настраивать теперь мы поставили а дальше что где настройка как запустить и все это дело поэтому я исправляюсь обязательно смотрите этот видос до конца но еще лучше перед этим видео есть видос вот вам всплыла подсказочка где-то здесь по тому как правильно настроить карбюратор чтобы он работал поэтому посмотрите в начале видос с карбюратором потому что газ правильно настроить газ возможно только при правильной настройки изначально карбюратора то есть чтоб карп сам по себе на бензине работал стабильно, хорошо и ровно. И только после этого мы будем с вами настраивать газ. Ну и конечно же, ребят, не забудьте поставить лайк этому видео, написать вниз комментарий, сделать репосты. Подписывайтесь обязательно на канал, если кто не подписан. Ужмите колокольчик вот такой вот, потому что если вы нажимаете колокольчик, вам сразу приходит уведомление, такое на телефон, что выпусло новое видео на канале Тест-Траник. Вы его можете сразу же смотреть. Приступаем. Так, ну что ж, господа, значит, все готово, карбюратор у нас отстроен, и в предыдущем видео я показывал, как полностью настроить карбюратор. Газ у нас с вами подключенный, все сделано. Значит, у меня здесь сейчас есть уже настройки, да, вот какие-то я на них ездил, понятное дело. Для вас, специально для видоса, я все эти настройки абсолютно разбиваю. То есть, вот я беру изначально рогатку эту, которая на две камеры, да, делит, закручиваю полностью. Эта камера у меня уже затянута, вторичная. Тервичная, закручиваю полностью камеру, беру отвертку, закручиваю вот этот вот винт холостого хода, латунный, это так, какой-то там железный, то есть, все, затягиваю его полностью, и затягиваю, ну, как-то там, что-то там делаю с мембраной, то есть, ну, по сути, я уже сбил все равно все настройки, я не помню, как оно, если купить новый редуктор, как там этот винт закручен и открученный он, в принципе, не важно. Так, все. Вот представляем, что это у нас стоит новый редуктор, либо редуктор, на котором нету настроек, либо что-то там у нас сбилось, и мы хотим настроить правильно второе поколение газа на карбюраторе. Значит, смотрите, начинаем здесь настраивать с вот этих вот, с крана жадности, здесь, вот если на инжекторе, когда я показывал на Волке, там один краник был, здесь два крана, да. Что мы делаем? Здесь два крана, отвечающие на первичную, вот это на первичную камеру, да, он идет, этот кран на вторичную камеру. Вторичную камеру мы не трогаем, вообще забываем про нее, на ГБО, если мы хотим экономить. Вот, откручиваем. Ух ты, как я закрутил сильно. Тут просто против кружины. Так вот оно пошло крутиться, у меня, значит, еще раз, эта вторичная камера закручена полностью. Первичную камеру откручиваем, вообще не паримся, откручиваем. Главное, чтобы болт у нас не выпадал, то есть, чтобы, ну, вот, все, он выпал, да. То есть, теперь закрутили немножко, чтобы он держался. Блин, надо будет купить металлический, потому что это фигня какая-то. Вот. Но видно, да, по высоте, насколько он выкрученный. Вот, смотрите, то есть, вот этот полностью закручено. Это, вот, тут он уже выпадет у нас, все, он выпал, да. То есть, он должен нам не мешать, абсолютно не перекрывать канал. Это у нас зажато полностью, она больше не зажимается. Что мы делаем теперь? Дальше. Винт холостого хода у нас закрученный, мы его не трогаем. Откручиваем мембрану. До какого уровня откручивать мембрану? Каждый редуктор, это такая индивидуальная штука, но выкручиваем так, чтобы она нормально торчала, и чтобы у нас машина завелась на нем. То есть, вот я не помню, сколько у меня там было оборотов, что, как, чего было. Поэтому я просто выкручиваю. Ну, максимум, что у нас будет, это будет просто очень большие холостые, и все. То есть, не 800 оборотов, а может быть, полторы тысячи будет длиться. Ну, ничего страшного, сейчас придем, прикрутим обратно. Ну, вот так вот я ее выкрутил, короче. Вот. Этого достаточно. Идем, заводим машину. Так, напоминаю, что, напоминаю, что все регулировки проводятся на полностью прогретой автомобиле. Значит, вот у нас кнопка переключения газ-бензин. Как бы я так сделал, чтобы было видно. Она у меня еще не закреплена. Не успеваю. Значит, заводим машину на бензине. Вот видно, да, горит оранжевая лампочка. То есть, заводим машину на бензине. Есть. Подсос у нас убранный. Все, у нас машина работает. Ну, сейчас она прогреется. У нас просто сегодня холодно. Она очень быстро остывает. Вот. На бензине машина работает. Работает она стабильно у нас хорошо. Сейчас покажу. Теперь этот же карбюратор здесь немного работает по-другому принципу, чем инжектор. Нам нужно выработать весь газ из поплавковой камеры карбюратора. Поэтому мы ставим кнопку в среднее положение. У нас тухнет бензин. То есть, перекрылась подача бензина. Все, бензин не подается. Но газ еще не подается. Мы ставим руку на готовую, что переключим на газ. Да, вот здесь газ будет на втором положении. Должен загореться зеленая лампочка. Вот. Немного ждем, пока выработается. Чтобы это можно было быстрее ускорить. Просто педалью газа повышаем обороты. Когда обороты начнут падать, сразу же включаем газ, чтобы он у нас подхватил. Я думаю, слышно. Да, он видно, что я жму педаль газа. Слышно, как обороты ревут. Есть, я успел подхватить. Все, теперь у нас машина работает на газу. Она у нас сейчас работает на газу, чисто на мембране. Вот я попал, скажем так, ну я примерно, да, понимал, грубо говоря, до какого уровня мне надо выкрутить этот болт, чтобы она работала. Вот. То есть, смотрите, если я выкручу дальше, уже заливает газом. Уже сильно много. Даже пахнет начинает сразу же. Я вот в гараже делаю, да, тут у себя сразу же пахнет в гараже. Начинает газом. Закручиваем потихонечку. Вот максимальные обороты, да, там где-то. Слышно, что они намного выше холостых. Так, начинают обороты падать. То есть, потихонечку мы начинаем душить его. Мы его душим, душим. Так, пока все делаем, вот задушили, чуть-чуть пускай поработает. Можно чуть газануть. Так, работает. Значит, душим еще. Горячий редуктор уже хорошо такой прогрелся. Отлично. Так, обороты, смотрите, падают, его уже начинают подколбашивать немножко. Отлично. Вот я еще прикрутил, смотрите, еще его колбасит. Еще колбасит, уже там, наверное, оборотов у него 400-500. А, даже заглох. Чуть-чуть немножко откручиваем назад. Давайте я вот так вот выкручу, чтобы он сейчас завелся и работал. И делаем это еще раз операцию. Все правильно, так и должно быть. Отлично, что он заглох. Так, открутили мембранку, заводим опять машину. Смотрите, на газу она у нас. Где там? Оп, зеленая загорелась. Отлично завелась. И продолжаем нашу регулировку. Значит так, опять потихонечку ее тушим. Не спеша. Потому что у него есть все равно... Мы здесь придавливаем мембрану. Пока газ пройдет из самой мембраны, из самого редуктора по шлангу пройдет туда. То есть у него какое-то время занимает. Так, видно, что его трусит, да? Отлично. Еще немножко поджали. Еще медленнее работает, начал колбасить его. Поджимаем еще и берем сразу в руки отвертку наготовить. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот в этом положении, пускай работает, вот можно еще капельку. Ну вот вертикально, в принципе, я думаю, ему достаточно. Все видно, да? Он уже очень нестабильно работает. Сейчас покажу на выхлоп. Он работает рыбками, да? Вот видно, как его трясет. Смотрите, как его трясет. Теперь мы берем латунный винт и откручиваем. Он у нас зажатый, мы его откручиваем. И вот латунным винтом выставляем нужные нам обороты. Друзья, если я его больше выкручу, будет высокий, да? Стока нам много не надо, поэтому потихонечку придушиваем его, чтобы он работал стабильно. Все, вот он работает ровно и стабильно. Смотрите. И чуть-чуть его потрухивает, да? Давайте вот так ему поднимем обороты, дадим ему немножко... Оп, продуло. Чтобы газ весь вытянул, чтобы в редукторе уже новая порция была газа. Чуть-чуть уменьшили. Все. Теперь смотрите, что делать с этим. То есть больше мы мембрану не трогаем, латунный винт мы не трогаем. Если у нас что-то случилось с холостым ходом, мы только поправляем этим. Этим мы вообще больше ничего не трогаем, все будет прекрасно работать. Теперь вторичная камера у нас закручена, мы ее не используем. Первичную камеру... Сейчас начинаем закручивать до той степени, пока не начнут тупнуть обороты. Ох, вот они начали тупнуть, да? Блин. Теперь что мы делаем? Неудобно будет, конечно, немножко, попробуем. Ну так. Мы берем газу и... Видите, мало. Откручиваем. Все. То есть мы поднимаем обороты до тех, на которых мы там примерно ездим, да, там, 3000. И стараемся удержать его рукой. Потом закручиваем, ага, мало. Открутили. Вот это вот отличная настройка. Сейчас я заглушу, чтобы мне было хорошо слышно. Так. Теперь я заглушил. Все хорошо слышно. Значит, все видели, все-все работает. Значит, объясняю, что я сделал в конце с пластиковым винтом. Мы поднимаем, то есть, грубо говоря, нажимаем педаль газа, либо рукой. Просто вот это очень удобно делать. Поднимаем обороты до тех, на которых мы ездим всегда, там, ну, грубо говоря, 3-3,5 тысячи, да, там, обычный городской режим, городской трассовый. Мы держим эти обороты, начинаем закручивать винт первичной камеры пластиковой, не отпуская там тяги, да, газа. Как только у нас при закручивании винта начинают спускаться обороты, значит, все, уже становится мало газа подачи на этих оборотах. Мы его откручиваем обратно до тех оборотов, когда надо. Ну, там плюс-минус регулируем, там это уже какие-то доли, единицы. И оставляем так. Так, после этого заводим машину, садимся и едем. Если мы, грубо говоря, едем, там, разгоняем, я не знаю, на третью передачу, да, там, 2-3-4 тысячи оборотов, а тяги еще, грубо говоря, с головой, чтобы не было большого расхода газа, мы идем и просто вот этот вот винт немножко прикручиваем, опять. Садимся, едем, ага. На 3 тысячи оборотов, там, 3,5 тысячи оборотов хорошо едет, на 4 тысячах уже слабее. Ну, все отлично. Значит, то есть, вот это вот примерно то, что нам надо. Если, допустим, мы перекрутили, да, мы там на 2 тысячах оборотах едем хорошо, а потом 3 тысячи оборотов, а ей уже не хватает, она начинает, как бы, мычать, тянуться. Пошли немножечко краник открутили. То есть, вот эта вот последняя регулировка всегда делается уже на ходу, в процессе езды, то есть, в процессе того, как машина ведет себя в дороге. Поэтому тут тоже вот все очень легко и просто. Так же самое, как с карбюратором, точно так же и с ГБУ. Здесь все механика, здесь реально два болта на редукторе, то есть, вот эта вот мембрана, да, которую надо изначально открутить и, то есть, закрутить мембрану, открутить латунный болт. Поясню, что в этот момент происходит. Смотрите, когда мы с самого начала начинаем регулировку, у нас закрытый канал холостого хода, вот этот вот канал, который открывается латунным болтом, он у нас закрытый. И у нас весь газ и на холостом ходу, и на оборотах идет только за счет работы мембраны. Это, в принципе, неплохо и некоторые редукторы так работают отлично и показывают там хороший расход газа и все в порядке. Но это не совсем правильно, потому что конструктивно есть вот этот вот металлический винт, болт, да, там, то есть, на конце там просто игла, под этой иглой канал холостого хода, то есть, практически то же самое, что в карбюраторе. И когда обороты холостого хода, ну, когда мотор работает на холостом ходу и разрежение маленькое, то мембрана у нас закрыта и весь газ должен идти не через мембрану, то есть, она не должна работать, она должна просто идти по вот этой вот маленькому каналчику, там, трубочкой какая-то миллиметр, не знаю сколько там диаметра, просто идти мимо редуктора, просто вот этот газ испаренный для того, чтобы мотор работал на холостом ходу. А когда мы даем больше оборотов, соответственно, разряжение больше, открывается мембрана и начинает работать мембрана. Поэтому, чтобы нам найти вот где, как найти вот это вот положение, да, когда должен работать винт холостого хода, а когда должна открываться мембрана. Винт холостого хода у нас затянутый, на холостом ходу мы запускаем мотор чисто с мембраной. То есть работает у нас мембрана на холостом ходу, обеспечивает вот газом на стонах. Мы ее зажимаем, то есть вот этот боковой винт, который мы зажимали в начале, мы его закручиваем, натягиваем пружину, прижимаем мембрану, то есть она становится колебаться меньше, меньше, меньше и потом натягивается, да, то есть за счет противодействия пружине. Натягивается, тем самым у нас газа практически нет, и мы вот стараемся ее натянуть максимально, ну так вот, чтобы мотор еще работал, то есть вот эти вот какие-то там, у него там 400 оборотов остаются, то есть видите ли, да, что его трусит, вот это отличный момент, то есть мембрана практически уже не работает, все вот, ну она уже газа не дает, там какое-то его микродвижение. И в этот момент мы начинаем откручивать винт холостого хода, и у нас газ идет через мембрану, там какие-то мили-мили какие-то количество газа идет, можно ли ее еще будет капельку там, грубо говоря, 5 градусов довернуть, ну тогда он вообще у нас заглохнет, вот, а мы откручиваем винт холостого хода, ну вот этот вот латунный, да, и пускаем туда нужную нам порцию газа через канал холостого хода, и вот так вот оно все отлично работает. Ну а с нутом жадности, понятно. Думаю, в принципе, рассказал, все, что знал, все, что умел, тут ничего сложного абсолютно нету, может сделать каждый сам по инструкции, но напоминаю еще раз, что, ребят, перед тем, как настраивать и регулировать газ, обязательно должен настроенный быть хорошо на хорошую работу карбюратор. Ставим этому видосу лайки, пишем обязательно вниз комментарии, делаем репосты видео, подписываемся на канал, жмем колокольчик. В принципе, все. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое, что вы со мной, всем удачи, пока, до новых встреч.